535 А. Исаии 635 А. Исаии 735 А. Исаии 735 А. Искушение житие человеку на земле, говорит Писание. Иов 7.1 Бодрствуем ли или спим, враг не пристает нападать на нас. 835 А. Искушение житие человеку на земле, говорит Писание. 935 А. Искушение житие человеку на земле, говорит Писание. 935 А. Искушение. 1035 А. Искушение. 1035 А. Искушение. 1035 А. Искушение. 1135 А. Искушение. 1135 А. Искушение. 1235 А. Искушение. 1235 А. Искушение. 1335 А. Искушение. 1435 А. Искушение. 1535 А. Искушение. 1535 А. Искушение. 1535 А. Искушение. еще совестью своей, он окружен еще врагами, ловцами, наветниками, он не узнал еще на опыте, что любовь никогда не пристает. О, сколько труден путь Божий! Сам Господь сказал, узкие врата и тесный путь, ведущий в жизнь, и мало тех, кто находит его. Мы, ленивые, праздные, преданные плотским наслаждениям, полагаем свое спокойствие и благополучие в отвержении Игоря Христова. Увидишь и змея, или ехидный, или скорпион, или какое другое ядовитое животное, бежит от него со страхом. Бессорассудная же несчастная душа смотрит равнодушно все, что наносит ей смерть, не удаляется, не убегает. Напротив того, она услаждается всем этим, покоряет всему этому сердце свое. По этой причине она расстраивает земную жизнь на пустые занятия и выходит из нее, не принесши никакого благого плода. В монашеской жизни есть путь, цель пути и достижение покоя. На этом пути, на пути добродетелей встречается падение, встречаются враги, встречаются перемены. На нем бывает и обилие, и умоление, и плоды, и бесплодие, и печаль, и радость, и болезненное сетование сердца, и спокойствие сердца, и успех, и утраты. Но бесстрастие чуждо всего упомянутого. Оно не имеет никакого недостатка. Оно в Боге, и Бог в нем. Для бесстрастия нет врагов, нет падения. Не стужает ему ни неверия, никакая другая страсть. Оно не ощущает труда в хранении себя. Не ощущает. Его не беспокоит никакое пожелание. Он не страдает ни от какой брани вражеской. Велика слава его, достоинство невыразимо. Далеко отстоит от него всякое душевное устроение, возмущаемое какой-либо страстью. Оно есть то тело, которое восприял на себя Господь Иисус. Оно – та любовь, которую преподал Господь Иисус. Невозможно и уму, связанному по печеньям суетного мира, служить Богу, как и Господь сказал, не можете работать Богу и мамоне. Мамоны названы все вообще суетные занятия, и каждая из них в частности. Если человек не оставит их, то невозможно вступить в служение Богу. В чем состоит служение Богу? Ни в чем ином, как в устранении из ума всего чуждого, когда славословим Бога. Да не будет у нас услаждения чем-либо земным, в то время, как мы молимся Ему. Да не будет у нас злобы, в то время, как воспеваем Его. Да не будет у нас ненависти к ближнему, в то время, когда поклоняемся Ему. Да не будет у нас лукавого рвения, в то время, как устремляем ум наш к Нему. Да не движемся, срамная похоть в членах наших, в то время, когда занимаемся памятью Божию. Всем этим душам рачаются, содержатся в плену, и, имея эти страсти в себе, не может приносить чистого служения Богу. Они возбраняют Ей на воздухе, то есть возбуждая помыслы и мечтания, не допускают Ее предстать Богу и совершать таинственное служение Ему, молясь Ему от сладостного действия божественной любви с усложнением сердца, святой воли Божией. Причем душа бывает просвещаема Богом. Не отсекая упомянутых страстей духовным разумом. Ум находится постоянно во мрачении и не может преуспеть в Боге. Невозможно возложить на себя подвига, которым отсекаются страсти, если не оставятся суетные попечения мира. Двух родов плотское мудрование содержит душу в плену. Одно из них действует на душу извне, связая ее заботами о преуспеянии телесном посреди и поначалом мира. Другое действует внутри души и состоит из действий страстей и препятствует действию добродетелей. Душа не может увидеть действия страстей внутри себя, если предварительно не отложить деятельности поначалом и посреди мира. По этой причине определил Господь, что никто не может быть учеником Его, не отвершись вполне воле падшего естества. Телесная наружная деятельность по указанию плотского мудрования зависит от произвола, а внутренняя деятельность зависит от внешней. Научая нас, что воля падшего естества владышествует на той и другой деятельностью, Господь наш Иисус Христос повелел отсекать волю. Умор ум умерщвляется в отношении к вечной жизни, доколе душа предается попечением и делам мира. В это время страсти, сокровенно обитающее в душе, развивается и усиливается свободно. Если душа окажет повиновение учению Господа Иисуса, повелевающего отсечь все греховные плотские хотения, то она возненавидит все дела по началам мира. Тогда ум восстает с земли и от сна, прибывает в состоянии бодрствования и крепости, извергая из своего дому все страсти, внимая неоскудно душе и охраняя ее, чтобы она не возвращалась спять в объятия врагов своих. Ум, воздвигнутый, приведен в состояние бодрствования, заботится тщательно о душе и, постоянно охраняя ее, рождает от нее и воспитывает детей, вступает с ней в такое тесное общение, что ум и душа соделаются единым сердцем. Душа вступает в полное повиновение уму, который соделывается главой всего существа человеческого. Здесь изложены самые глубокие психологические истины, которые иначе не могут быть объяснены как опытно-христианским святым подвижничеством. Это учение изложено и в двадцать первой беседе преподобного Макария Великого. 550. Когда душа вступит в повиновение уму, владычествующему ей в Господе, тогда соединенная воедино ум и душа приносят Богу молитвы чистые. Тогда они словословят Господа во святыни сердца, тогда даруется им просвещение от Господа. Они истинные поклонники, каких ищет Отец, поклоняющийся Ему в духе и истине. О них сказано, вселюсь в них и буду обитать. Им дано обетование, если двое из вас согласятся на земле просить о чем-либо, знайте, получите. Будет во имя Отца Моего им. Богу благоугодно, чтобы те, которые Ему свои, были свободны как от внешних уз, налагаемых плотским мудрованием, так и от внутренних сокровенных в душе. Те и другие цепи расторнуты во человечеем Господа о имени Его, как Он и сказал, будьте во Мне, и Я в вас. Брат, уразумей следующее. Угодно Богу, чтобы, во-первых, мы пребывали в Нем всей деятельностью нашу, тогда и Он будет пребывать в нас, очистивших себя по силе нашей. Невозможно, чтобы Христос пребывал в человеке вместе с грехом. Если вселился в тебя Христос, то умер в тебе грех. Желающий узнать, вселился ли в Него Христос, может узнать это из собственных своих помыслов. Да коли грех насилует сердце его в послушании себе, да то ли Бог не вселился в Него, и Дух Святой не обрел покоя в Нем. Порядок – дело таков. Бог вселяется в человека, если человек предварительно совершит требуемый Богом подвиг и стяжет жительство, соответствующее воле Божией. Также и человек вселяется в Бога, если душа освободится от страстей. Прилепляющийся прелюбодейца, говорит апостол, единое тело с прелюбодейкой. Прилепляющийся уже Господа, един есть Дух с Господом. Под именем блудницы, разумеется, всякое пожелание падшего естества. Если душа возвысится превыше всех сопротивляющихся ей на воздухе, то она пребывает в Боге и соделывается причастницей Духа Его. Тогда исполняется над ней сказанное – Прилепляющийся Господу, един Дух с Господом. Тогда Господь научает ее, как она должна молиться, поклоняясь Ему поклонением истинным и удовлетворительным, прилепляясь к Нему. Он пребывает в ней, даруя ей мир, и постоянно содержа в мире, открывая в ней свою славу и неизреченные дарования. Душа рождается от Бога в новое существование, сперва припросредствии святого крещения, а потом через наитие на нее святого Духа, и говорит Писание. Рожденная от Бога не согрешает, и лукаво не прикасается Ему. Постараемся исторнуть и извернуть из сердца нашего страсти, чтобы соделаться младенцами в отношении к злобе по завещанию Евангелия. Приложившие старания об уничтожении в себе страстей достигли святого великого возраста. Соделавшиеся младенцами по злобе получают способность противоборствовать врагу, как совлегшие из себя все, принадлежащее ему. Опять, эти младенцы соделываются отцами, как достигшие совершенства. Им открывается и вверяется таинство, и они достигают единения с собой и с Богом, и в премудрость, благость, чистоту, из которых составляется кротость. Достигшие этого состояния прославляют Христа и в душах, и в телах своих. Настал на земле великий голод. Не предадимся унынию, и будем непрестанно умолять благость Божия, чтобы она не попустила нам прельститься обольщениями врага и завистника, который с ожесточением совершает злодеяние, выжидает с упорством благоприятного для себя времени и случая, говоря сам себе, «Если не сегодня, то завтра удастся мне, не отступлю, пока не одолею его». Соответственно, злохитрости и злонамеренности врага, и мы будем молиться постоянно и неослабно, подражаясь святому Давиду, который молился так, «Господи Боже мой, призри, услыши меня, просвети очи мои, да не усну смерть, чтобы не сказал враг мой, вот, я победил его!» «Стужающие меня возрадуются, если подвигнусь, если враги начнут одолевать нас, то будем называть следующими словами Божия, «Кто уподобится тебе?» «Не примолчи, ни же укроти, Боже!» «Якосея, враги твои вошумели, ненавидящие тебя подняли голову, на люди твоя, лукавного ваша воли, и совещаши на святые твоя, сказали, придите, и истребим их из народов, и не помянется имя Израилева более». Псалом 82, 2 «Действующая в борьбе с врагами верою, воодушевляет сердце своим мужеством, и прежде нежели вступить в борьбу с врагом, они уже основали себя на святом камне, который Христос». Не предадимся унынию и расслаблению, если увидим, что враги окружили нас своими кознями и коварством. Сеть их и ловление состоит в том, что они усиливаются, или потопить нас в лености, печали, недоумении, или погрузить в сладострасти, или возбудить гневу на ближнего, когда он что-либо сделает противное нам, то они обольщают наш взор телесной красотою, то низводят нас вожделением вкусной пищи, то представляют язвительным слово, сказанное нашим ближним, то внушают оспорить слово ближнего, то подучают произносить суд над братьями и говорить, «Этот хорош, а этот нехорош». Не предадимся, повторяю, унынию и расслаблению, если отовсюду нападут на нас такие помыслы и воздействуют на нас такие влечения. Напротив того, воззовем от всего сердца слова Медовида, «Господь защитник жизни моей! Если ополчится на меня и полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня и война, на него я уповаю». Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей и посещать святых храм его. И окоскрыми о вселении своем в день зол моих покрыл меня в тайне селения своего. На камень вознеси мя, и ныне вознесу главу мою на врагов моих. Употребим все зависящие от нас средства, чтобы стяжать трезвение ума. Трезвящийся ум внимает непрестанно души, а охраняет от мертвых дел, от всякого дела противного естеству святому. Непрестанное внимание душе необходимо, потому что естество ее переменчиво. Душа, подобно железу, которое, будучи оставлено в небрежении, покрывается и повреждается ржавчиною, а, будучи вложено в огонь, очищается. Доколе держит его в огне, оно само бывает как бы огнем, никто не может прикоснуться к раскаленному железу, как не может прикоснуться к огню. То же совершается и с душою. Доколе она пребывает при Боге, доколе умной и сердечной молитвой получается в Боге, да то ли пребывает как бы раскаленной огнем, пожигая всех врагов своих, которые покрыли ее ржавчиною во времени родения ее. Что совершает чувственный огонь с железом, то совершает божественный огонь с душою. Он очищает и обновляет ее. И душа, соединившись с божественным огнем, уже не услаждается ничем принадлежащим суетному миру, но почивает в своем естестве, в котором сотворенном Богом, в которого достоилось снова вступить возрождением. Душа, уклонившаяся из непорочного естества своего, умирает. Душа, достигшая христианского совершенства, пребывает в этом естестве. Если же она обратится к действиям, противным естеству, то умирает немедленно. Удостоившаяся милости Божией, дарования Святого Духа, смотрит на мир, как на темницу, в которой они заключены, и убегает общение с ним, как в смерти. Такая душа не может полюбить мир, если бы захотела полюбить. Она помнит то состояние, в котором бедствовала прежде вступление своего, в то состояние, в котором начала покоиться в Боге. Она помнит, что сделала с нею мир, и то запустение, в которое привел он ее. Если душа по святому крещению будет снова порабощена дьяволом, то он подвергает ее страшному уничижению, не излагая коварно во все скверны. Он не извергает из души образ и законы истинного царя, заменяет их своим образом и своими законами, вводит душу в попечение века сего, вовлекает в нерадение и постыдные страсти, в исполнении воли демонов. Когда же благо святого и великого царя Иисуса дарует душе покаяние, тогда душа оживляется радостью и покаянием отверзает вход в себя, царю Иисусу. Он, зашедший в душу, погубляет врага, истребляет мерзостный образ его и мерзостные законы, освобождает душу, поставляет в ней свой святой образ, дает ей свой святой закон, и он научает ее успешной борьбе со врагом, умиротворяет все чувства ее и с этого времени начинает обитать в душе, как уже принадлежащее ему. Невозможно душе вступить в покой Сына Божий, если она не имеет образа Его. Никакой купец не принимает и не выдает монеты, не имеющие на себе царского изображения. Не имеющие этого изображения монеты, не влагаются в казнохранилище царское. Так и душа, не замечать незапечатленное образом великого царя Иисуса Христа, не принимается ангелами в общение их, а не отвергает ее, говоря, «Как войти тебе сюда, когда ты не имеешь на себе царского образа?» Знамение царского образа есть любовь, как объявил это сам Господь, сказав, «Посему знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Но божественная любовь не может пребывать в нас, если душа будет разделяться, и, ища Бога, не оставит пристрастия к миру. Душа не сподобится духовного преуспеяния в Боге, связавшись с чем-либо принадлежащим миру. Она не приплывает волнующегося моря страстей, если будет иметь недостаток в какой-либо добродетели. Ей не пройтись сквозь облако лукавых духов, если она не отвергнет все суетные попечения и пристрастия. Когда разрушится малейшая часть стены города, обнесенного отовсюду стеною, то враги, тщательно наблюдающие за городом, усмотрев пролом, входят посредством его в город. Хотя бы стража и стояла при вратах города, но она не может уже защитить его. Для этого необходимо исправление разрушившегося участка стены. Так и подвижник не способен противостать врагам, если им обладает какая-либо страсть. Ему не достигнуть христианского совершенства. Во второзаконии заповедует Бог Израилю, «Если выйдешь и ополчиться на врагов твоих, да сохранишься от всякого слова и дела злого». То есть от всякого, какого бы ты ни было удовлетворения, страстям, и в свое время предастся враг твой в руки твои. Из иноплеменных народов враждебных вам не оставляйте в живых всякого дыхания, то есть не допускайте никакому наветующему вас греховному помыслу жить, согласим и беседуя с ним. «Да не научит вас творить всякие мерзости свои, и согрешите пред Господом Богом вашим». Второзаконие 23.9.20.16.7.12. «Подвижнику, пришедшему в робость при виде страшных исполинского роста врагов и сомневающимся в победе над такими врагами, возвещает Бог, невозможешь погубить их вскоре, да не будет земля пуста, и умножатся звери дикие на тебя. Но помалу погубит Господь Бог твой народ и сие от лица твоего. Между тем ты возрастешь числом, то есть обогатишься опусностью подвижничества». Часто повторяет Бог заповедание и зарабетянам, чтобы они не входили ни в какое дружественное отношение с народами хананскими, которых Бог вознамерился истребить с лица земли обетованной. Это заповедание относится к нам, и им воспрещается всякое и самое малейшее увлечение и усложнение грехом. Экклесиаст, научая нас, что малейшая страсть может разрушить все здание добродетелей, говорит, мухи мертвые изгоняют елей сладости, делая зловодной масть мироварника. Экклесиаст 10.1. И пророк из Ихииль говорит, «Если совратится праведник от правды своей и сотворить неправду, вся правда его не помянется». Малая закваска все тесто заквашивает, сказал апостол Галатом 5.9. Все Писание убеждает нас тщательно рассматривать себя, чтобы мы, проводя подвижническую жизнь, не питали злобы и не гневались на ближнего, чем погубляется весь подвиг инока. Запамятная злоба наша не будет помогать нам в борьбе с невидимым врагом Господь наш Иисус Христос. Он отвращается от того, кто не прощает ближнему. «Раб лукавый», — говорит он, «Весь долг тот я простил тебе, потому что ты умолил меня, не подобало ли тебе помиловать слугу твоего? И прогнелся Господь его, и предал его мучителям, доколе не отдаст всего долга своего. Так и Отец мой Небесный сделает вам, если не простите каждый брату своему от сердца вашего всех прегрешений и их. Брат, ежедневно рассматривай себя и раскрывай сердце твое перед Богом, чтобы уразуметь невидимых деятелей, живущих в сердце твоем. Нет ли в нем негодования или ненависти на брата, зависть и презрение к нему? Не уничижаешь ли и не осуждаешь ли его за недостатки, которые представляются тебе в нем? Если найдешь такой яд в сердце твоем, то знай, что оно, будучи заражено им, не может благовугождать Богу. Кто страшится гиенны, тот да извергает из сердца все виды злобы, чтобы не пало на него от Господа грозное определение и отвержение. Брат, внимай сердце твоим, бодрствуй над ним, потому что неимоверная злоба врагов соединена с неимоверным коварством. Они никогда не спят. Будь убежден сердцем твоим в верности этого преподаваемого тебе сведения. Человек, доколе делая зло, не может делать добра, но может делать лишь зло под личиной добра. Нет ничего принадлежащего этому миру, что могло бы отлучить от любви Божией тех, которые возлюбили Бога всем сердцем и внимают себе. Внимай же себе, чтобы не вкралось в тебя что-либо враждебное и не отвлекло от любви к Богу. Таковы пристрасть к деньгам, к имуществу, сластолюбие, ненависть. Словом, все яды, которые вдыхают змеи в сердца наши. Живут змеи в сердцах тех, которые искушают Господа Иисуса, искушающие Господа суте, которые вопрошают о заповодях Его и не исполняют их, как и Писание говорит. «Вопроси едино от них, законоучитель, искушая Его». Матфея 22,35 «Утверждай мужеством сердце твое, не предавайся унынию, говоря, как мне исполнить заповеди Господа, когда я грешник? Если человек оставит грехи свои и обратится к Богу, то покаяние возрождает его в новую духовную и святую жизнь. «Почтимся пребывать в объятиях покаяния и питаться млеком из святых сосов Его, чтобы оно воспитало нас. Презрим все видимое, чтобы молоко это усладилось в устах наших. Подчинимся Его власти и Его наставлениям, чтобы оно уврачевало нас. Если мы боремся со врагами, и они начнут низлагать нас по причине детского возраста нашего, то восплачем в объятиях покаяния, и оно умолит Отца нашего, чтобы Он защитил нас от насилия и обиды. Отсечем вполне волю падшего естества и возлюбим странничество, чтобы оно спасло нас, как спасло Авраама. Веримся рукам Его, подобно Якову, чтобы, подобно Ему, получить благословение Отца. Не дадим места унынию в сердцах наших, чтобы оно не отняло у нас возможности наследовать землю обетованную. Возлюбим смирение и труд и войдем в страну, кипящую медом и молоком, как вошел в нее халев. Не допустим угождение чреву и гортани, изысканной сладкой пищей, чтобы это не погубило нас, как погубило сынов Илья, первосвященника. Возлюбим воздержание во всей полноте его, удручая подвигом наши члены и содержая в них мертвость от страстей, чтобы стяжать сердце мужественное против врагов наших, подобно великому пророку Ильисе Святянину. Будем оказывать повиновение отцам нашим по Богу, отсекая перед ними волю нашу и стяжем истинное послушание. Когда же стяжем его, то почить над нами благословение отцов, как почило оно на Елисею. Будем исполнять неопустительно молитвенное служение наше, не склоняясь на представление лености, живущей в теле и предлагающей необходимость успокоить его. Уподобимся Даниилу, который решился лучше умереть, нежели оставить совершаемое им ежедневное молитвенное правило. Бог всемогущий. Любящих Его Он спасает от искушения, а лукавых предает погибели. Вера праведников Бога притворяет зверей в агнцев. Благословен Бог покаяния. И благословен Богу, возлюбивший покаяние и подклонивший выю в подвига покаяния. Родится Он свыше и в паке бытие совокуплением воли своей с волею Божией. Чтобы не прелестись и не впасть в руки врагов покаяния, человек нуждается в великом рассуждении, в отсечении всякого плотского похотения, в постоянном внимании себе и в трезвении во всех путях своих. Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния. Кто осуждает грешников, тот изгоняет из себя покаяние. Кто презирает нерадивых, кто-то разрушает в себе покаяние. О покаянии написано в притчах. Тесность тези дома и ее, брасно же леностного не еде. Сугубое одеяние сотвори мужу своему, быть я как корабль, куплю деющий издалече, собирает в себе богатство. 31.27. Притча. На основании этих слов рассмотрим покаяние. Действия его подобны действию купца, который, нагружая корабль, слагает в него не один товар, но все, что признает доставляющим прибыток. Если видеть другого купца, понесшего потерю, то не подражает ему. Он подражает тем купцам, которые обогатились. Всякое убыточное торговое предприятие он отвергает. Все доставляющие выгоду старается усвоить себе, прибегая для этого и к займам. Он заботится покупать наиболее такой товар, который уже доставлял ему наибольшую прибыль. Он спрашивает обогатившихся и не завидующих ему, за какую цену можно купить и продать разные предметы торговли. Такой деятельностью купца подобна деятельность души, желающей благополучно предстать Богу. Она не довольствуется каким-либо одним добрым делом. Она старается исполнить все с поспешистующее намерение ее. Она убегает от всего наносящего ей вред. Брат, Соделавшись таинственным купцом Господа нашего Иисуса Христа, приложив все старание о купле Царя Твоего, удаляясь от всего приносящего убыток. Приносит убыток слава человеческая, гордость, оправдывание себя, нерадение, злоречие, любостяжание, любопрение, самохвальство, мирские заботы. Все это вредно в купле Иисусовой и не возмогут благоугодить Иисусу те купцы Его, которые в товаре Своем имеют и эти принадлежности. Брат, тщательно рассматривай себя, рассматривай твои чувства, чтобы узнать, которые из них приносят плод по Богу и которые повинуются греху. Не восхищаются ли глаза Твои как бы насильны к сладострастному воззрению, язык Твой не побеждается ли дерзостью, не услаждается ли сердце Твоей человеческой славою, не доставляет ли приятности слуху Твоему злоречие, которому подвергается оскорбивший Тебя. Все это крайне вредно для души. «Скажи Аарону, первосвященнику, заповедует Бог, всех, или кащи имут порок на себе, да не принесут Господи, да не умришь и». Левит 22.18 «Под именем Аарона должно разуметь ум. Повелевается ему прежде принести в жертву рассмотреть приносимое, чтобы не умереть прежде принесения. Потому что демоны примешивают к нашему добру свою злобу, прикрыв ее оправданием. Смертью для ума служит то, когда он не зайдет с высоты духовного разума в помышление, предлагаемое демонами, и покориться им». Последствием повиновения демонской правде и их помыслом бывает осквернение чувств. Тщательное рассмотрение себя составляет принадлежность возлюбивших Иисуса и возложивших свою надежду на Него. Души их соделываются невестами небесного жениха и украшаются всеми добродетелями. Святое крещение возродило их в паке бытие, заменило в них естество ветхого естеством обновленным, а покаяние поддержало в них чистоту естества обновленного, соделало их девами, точно святыми, как и забывшими все ветхое, до такой степени, что ничто из ветхого даже не приходит им на память. К такой душе относятся слова Писания «Слушай, черь и виси, преклони ухо Твое и забудь людей Твоих и дом Отца Твоего, и вожелай Царь доброты Твоей». Псалом 44, 11 «Удивятся такой душе все небесные силы, удивятся они чистоте, в которой облекло ее покаяние, удивятся они тому чудному единению с Господом, в которое введена душа покаянием, а не воскликнут в встретении такой душе, кто сия восходящий, убеленный, украшенный братом своим посреди тщерей его». Песнь 3, 6, 5 «Постараемся все усиленно стяжать слезы и преуспеть мало-помалу в подвиге плача, чтобы посредством его совлечься деяния ветхого человека, при этом будем остерегать от всего приносящего вред душе. Тогда придет к нам от Бога любовь его, отымет от нас образ человека перстного и поставит в сердце нашим свой святый образ. Тогда, очищены от всякого порока, мы соделаемся достойными Господа. С того времени, как поврежден грехом род наш, ни один человек не может быть без греха. Но покаяние способно возвратить каждого человека в обновленное состояние, в состояние непорочности. На этом основании Писание произносит увещание ко всем нам, чтобы мы оставили деятельность разначальника нашего поплоти, прислушавшего заповедь, и вступили в деятельность Господа нашего Иисуса Христа. Деятельность эта изображена в святых заповедях Господа. Он совершил над нами неизреченную милость, принял на себя рабство человека, и этим средством отворил рай, заключенный для человека. Он даровал человеку все святые свои добродетели, даровал ему питаться плодами с древа жизни. Древо жизни — святая чистота. Эту чистоту Господь явил в себе, устранив херувимое и пламенное обращаемое оружие, которыми возбранялся путь к древу жизни. Путь этот — уразумение святых слов Господа, которое дарует он умам верных учеников своих. Он хранит их неусыпно. Он затыкает внутренний слух их от змея, и ни одно лукавое слово «змея» не проникает в сердце их. Он поддерживает в них памятование той горькой работы, в которой они томились до избавления своего. И это памятование удерживает их отдел, возвращающих в эту работу. Он возбуждает в них частое благодарение к себе, Спасителю, искупившему их честную кровью Своею, загладившему на кресте рукописание, которым они обрекались на вечное рабство, соделавшему их братьями и друзьями своими, излиявшему на них благодать Святого Духа. Великое Таинство совершается в тех, которые уневестились к Христу. Они при посредстве возрождения соделываются принадлежащими существу Его, принадлежащему телу Его. Он благоволил, чтобы человек был подобен Ему во всех отношениях, Ева из Адама, так и невеста Иисуса из Иисуса. «Подвергнем себя и нашу деятельность собственному суду, прежде нежели предстать на суд Божий. Не будем последовать тем, которые исполняют плотские пожелания сердца. Постараемся приобрести то богатство, которое может нам помочь в грозный час нужды. И презрим, как врага, богатство тленное, которое по необходимости должны будем оставить здесь. Уразумеем заблуждение тех, которые истратили все силы души и тела на снискание одного временного. Они ушли отсюда, покинув все, и наследовали Гиенну. Они погибли, потому что не захотели последовать святым стопам Господа, не удостоились соделаться его невестами. Великая буря свирепствует на море житейском. Свергнем с себя все принадлежащее суетному миру и будем вопиять молитвы к Богу, чтобы не потонуть в яростных волнах этой бури. Если человек не обнажится от привязанности мирских извне, страстей, которыми облечена душа его внутри, то он невозможет спастись от потопления в волнующемся море. Шестьсот. Если ум сохранит душевное чувство от плотских пожеланий, и столб в видении его проведет через них душу, как провел израильтян через пустыню, столб, который они видели областью в течение дня и огненным ночью, если столб этот отделит душу от скотоподобных похотений, как отделил полк израильский от полка египтян, то Бог возрит гневно-набойное бесцитство страстей, стремляющихся на душу и усиливающихся содержать чувства в грехе. Он посылает помощь в свою уму, упражняющемуся непрестанно в сокровенном поучении, погубляет и уничтожает мгновенно всех врагов его. Преподобного Исаия Отшельника Слово о страстях Благовременно могу я воскликнуть с пророком Исаию, терпех я корождающее, истреблю и сушу в купе, опустошу горы и холмы, и всякую траву их и сушу. Исаия 42,14 «Если ведаешь о себе, что открылся в тебе источник Святого Духа, то это служит признаком, что страсти, жившие в тебе, посохли и умерли». На это указывают слова Спасителя «Не здесь ли или там Царствие Божие, но внутри вас есть». Некоторые любят много рассуждать о Царстве Божием, но пребывают в праздности и не делают того, что вводят в Царствие. Другие подвизаются ради Царствия Божьего, но остаются вне Его, потому что подвиг их чушь духовного разума и бдительности над собою. Редко встречаются такие, над которыми бы совершилось слово Спасителя, которые бы стяжали Царство Божие внутри себя. На стяжавших это Царство не зашел Святый Божий Дух, исполнилось на них, сказанное Евангелистом Иоанном, дал им власть быть чадами Божьими, верующими во имя Его, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Они освободились от горести, постигших Ему. Вследствие поразившего ее определения, в болезнях родишь чад. Они освободились от тяжких последствий приговора, произнесенного над Адамом, проклята земля в делах твоих. В них вселилась та радость, которая вселилась в благодатную Марию, когда Дух Святой не шел на нее, и сила Вышнего осенила ее. Состояние скорбное соделалось жребием Евы и потомства ее. Состояние радостное соделалось с достоянием Марии и ее потомства, христиан. Мы были прежде сынами Евы, и проклятие, которое пало на нее, мы видели на себе. Мы познавали это проклятие из помыслов преступных, которые действовали на нас. В противоположность этому мы познаем, что родились от Бога, из живущих в нас помышлений Святого Духа, и из страданий Христовых, если тело наше точно приобщилось им распятием себя. «Сказал апостол, или не знаете себя, что Иисус Христос в вас есть, разве только вы не то, что есть?» Когда мы носили образ земного Адама, тогда познавали, что мы сыны его, по помыслам мерзостного плотского мудрования, жившего в нас и обладавшего нами, служащего выражением болезненности души, ее недугов, или что тоже страстей, носящий образ небесного человека Господа нашего Иисуса Христа, уразумевают о себе, что они сыны его по Святому Духу, живущему в них. Исайя возвещает, «Страха ради твоего, Господи, в очреве, прияхам, и поболехам, и радихам, Дух спасения» 26.18. Так же считается в Экклесиасте, «яка же кости в очреве рождающие, така пути Духа» 11.5. Святая Дева, осененная Духом, зачала и носила в очреве в очеловечившегося Сына Божия, подобно этому, те христиане, на которых не зайдет благодать Святого Духа, таинственно зачинают и носят в сердцах Сына Божия действием Святого Духа. Говорит об этом апостол, «Да даст вам Бог силой утвердиться Духом Его во внутреннем человеке вселите Христу в сердца ваши, в любви, вкорененном и основанном, да возможно разуметь со всеми святыми превосходящую всякое разумение любовь к Христову. И сокровища сие носим в скудельных сосудах, чтобы преизбыточество силы Божией не в нас, но Богу». Достиг ли ты опытного познания следующих слов? «Мы откровенным лицом славу Господню взираем, в тот же образ преобразуясь от славы в славу, как от Духа Господня». Также познал ли опытно слова «Мир Божий доводворяется в сердцах ваших» и «Христос в вас» и «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, который воссиял в сердцах наших просвещению разума славы Божией о лице Иисусе Христове?» «Исполнили ли ты следующее завещание Господа, да будут чресла ваши припоясные и светильники горящие, и вы, подобно человекам, чающим Господа своего?» «Позаботься, чтобы уста твоих страшных сейчас суда Божия не связались с внезапным молчанием, чтобы не прийти тебе в недоумение и не быть отлученным сверхчаяни от лика святых. Знаешь ли, наверное, о себе, что сосуд твой достаточно наполнен елеем, подобно сосудам мудрых дев, что ты способен войти в черток, что не останешься вне его? Ощутил ли ты, что дух твой, душа и тело соединились с действием Святого Духа и воскресли непорочными от смерти вечной, будучи посещены Господом нашим Иисусом Христом? Вполне ли пристала совесть обличать и осуждать тебя? Соделался ли ты младенцем согласно повелению Спасителя, который сказал, оставьте детей, не возбраняйте их прийти ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное? Если все это совершилось над тобою, то, находясь еще в теле, поистине ты соделался невестой Иисуса, и дух его вселился в тебя. Если же сказано нисколько неизвестно тебе по самому опыту, то знай, что ожидает тебя бедствие и стенания горькие. Срамы бесчестия уже предварили тебя на суде Христовом, подвергнешься им предбесчисленным собранием святых ангелов и человеков. Ежедневно вставая рано утром, дева заботится единственное о том, чтобы предстать прекрасный предзор жениха. Часто смотрится она в зеркало, рассматривает, нет ли какого недостатка на лице ее, который мог бы показаться неприятным жениху. Так и святые проводят и ночь, и день в тщательном рассматривании своих дел и помышлений. Они изучают себя, находятся ли под водительством Бога, под водительством Святого Духа или нет. Брат, усердно подвизайся подвигом болезную сердца и подвигом тела в духовном разуме, чтобы получить радость вечную. Этой радостью достаиваются немногие. лосо и листея, которые стяжали меч Духа и освободили душу и чувство от осквернения страстями. Силен Бог помиловать немощь нашу и сопричислить нас к святым своим. Аминь. Страница 220. Ава Исидор при свитерске принадлежал к первым монахам скита и по времени и по преуспеянию. Он говорил, мудрость святых состоит в познании воли Божией. Человек образ Божий подобия, послушанием истины возвышается над всем. Не столько страшны все демоны, сколько страшно следование собственному сердцу, то есть своим помыслам, а не закону Божию. При конце жизни своей человек восплачет о том, что не познал существенно христианство, не нашел пути святых, не подвязался на нем. Ныне время сотворить Господи, и спасение совершается во время скорби. Как и Писание говорит, в терпениям вашем спасайте души ваши. Брат спросил Аву Исидора при свитере Скицкого, Ава, а чего демоны так сильно боятся тебя? Старец отвечал, С того времени, как я сделался монахом, не допускаю гневу подняться до гортани моей, говорил Аву Исидор. Вот, совершилось сорок лет, как я не увлекся ни вожделением, ни гневом, хотя я ощущаю пришествие греховных помыслов. Он говорил, люта неистовая страсть серебролюбия, объята ей, и душа решается на всякое беззаконие, не знает насыщения страсти и ведется ею в глубину зла. Страсть эту должно отсекать в самом начале, если же она возобладает нами, то невозможем преодолеть ее. Он поведал о себе, а однажды я пошел на торг продать немного сделанных мною корзин. Приметив, что по поводу продажи возникнет во мне гнев возникает, я оставил корзины и бежал. Говорил Ава Исидор, велика высота смиренно мудрее, глубока пропасть высокоумия, и потому советую вам возлюбить первое, чтобы не впасть во второе. Поведал Ава Пивен об Аве Исидоре, когда он получал братьев в церкви, то прежде всего говорил, оставите и оставится вам. Некоторый брат сказал Аве Пимену, помышления мои не допускают мне видеть грехов моих, но отцы понуждают меня помышлять о грехах моих. Ава Пимен в ответ поведал Аве Исидоре следующее. Ава Исидор плакал обыкновенно тогда, когда ученик его находился в другой келье. Однажды случилось, что ученик вошел к нему в то время, как Ава плакал и спросил Ава «О чем ты плачешь?» Он отвечал «Оплакиваю грехи мои». Ученик сказал Ава «У тебя нет грехов». Старис отвечал на это «О, сын мой, если бы Бог взял явными грехи мои для всех, то для оплакивания их не достало бы ни двух, ни трех и многих помощников». Брат спросил Ава Исидора Скицкого о помыслах блуда. Старис отвечал «Когда придет блудный помысл, смущая душу и привлекая ее в беседу с собою, но невозможет привести греху на деле, тогда он только нарушает духовное делание, но муж трезвенно отвергнув его от себя, немедленно обращается к молитве». Спрошенный о том же помысле старис отвечал «Если б мы не имели помышлений, то были бы подобны животным, но как враг усиливается делать свое, так и мы должны исполнять свое, будем усилены молиться и враг убежит». «Прибывай в памяти Божией в поучении и победишь. Победа доставляется пребыванием в благом трезвении. Борись и увенчаешься». Ава Исидор Пелусийский говорил «Добродетельная жизнь без наставления словом более наставляет, нежели наставление словом, которому не соответствует жизнь. Жизнь назидает и молча, а слово без жизни, несмотря на сильные и блестящие изложения его, служит только в отягощение слышащим. Когда соединяются слово и жизнь, то они венец любомудрия». Об Аве Исидоре при свитере поведали. Однажды пришел к нему брат и приглашал его на вечерю любви. Но старик не захотел идти и сказал «Адам прелестился с недей и был изнан из рая». Брат сказал ему на это «Ты боишься даже выйти из кельи твоей?» Старец отвечал «Да, боюсь, сын мой, потому что дьявол, как рыкающий лев, ищет кого поглотить». Он говорил часто «Тому, кто предается пьянству, не избежать навета помыслов». Лот убежденный дочерьми упился вином и удобно вовлек его дьявол в любодеяние. Он говорил «Преданный сластолюбие и сребролюбие не может жить Богу угодно». Он говорил «Если желаешь спасения, делай все, что ведет к нему». Он говорил «Подвизайся успешно в посте, не превозносись этим. Если же вы счиславитесь постом вашим, то лучше было бы для вас есть мясо. Не так вредно для монаха употребление мяс, как вредны гордости надмения». Говорил Авва Илья, «Если вы увидите в ближнем какой-либо соблазн, даже собственными глазами, или услышите о нем, не верьте. Храните мысль вашу от дурных мнений о ближнем, зная, что приносят их демоны, чтобы отвлечь ум от зрения своих согрешений и от устремления к Богу». Два брата, подвершись нашествию помыслов, пришли к Гаве Ильи для совета. Старец, увидев, что они дебилы телами, сказал как бы ученику своему, «Поистине, брат, стыжусь за тебя. Ты откормил тело твое, как на убой. Мы пища червей». Смирение, бледность лица и сухость тела украшения монаха. Авва Ираклий поведал, «Некоторый старец жил в идольском капище. Пришли к нему демоны, говоря, «Уйди из нашего места». Старец отвечал, «У вас нет места». Демон начали разбрасывать его в ветви. Старец терпеливо собирал их». После этого демон, взяв его за руку, повлек из капища. Когда он дотащил старца до дверей, старец другой рукой уперся в дверь и воскликнул, «Иисусе, помоги мне!» демон тотчас убежал, а старец начал плакать. Господь сказал ему, «О чем ты плачешь?» Старец отвечал, «Плачу о том, что демоны дерзают владеть человеком и так поступать с ним». Господь сказал ему, «Ты был неродив. Когда же ты взыскал меня, видишь, как я скоро предстал тебе». Старцы собравшись согласились между собою представить патриарху Аву Исаака для рукоположения его пресвитера. Аву услышав об этом бежал в Египет и скрылся на поле в траве. Отцы поспешно отправились в погоню за ним. Так случилось, что они пришли на то же поле, на котором скрывался Аву Исаак. Было уже поздно, наступила ночь, и старцы расположились тут для ночлега, а бывшего при них осла пустили на траву. Осел ходя по полю к утру пришел на то место, где скрывался Аву и стал над ним. И старцы начали утром искать осла, вместе с ним нашли к удивлению своему и Аву. Они хотели связать его, но он не допустил их до этого, сказав, я уже не убегу. На это есть воля Божия, не уйти мне от нее, куда бы не убежал. Сказывали о Аве Исааке, что он в хлебе двой примешивал пепел из служебного кадила. Аву Исаак и Ава Авраам жили вместе. Однажды Ава Авраам, зашедший в теле, застал Аву Исаака плачущим и спросил, о чем ты плачешь? Ава Исаак отвечал, как не плакать? Отцы наши приставились и некому сходить нам для совета, некому. Денег, вырученных нами за рукоделие наше, не доставало нам для найма судов, на которых мы отправлялись к старцам. Теперь мы просиротели, плачу я об этом. Однажды Авра Исаак впал в тяжкий недуг и томился в нем продолжительное время. Брат приготовил для него вареную пищу и вложил в нее приправу. Старец не захотел вкусить этой пищи. Брат упрашивал его, говоря, Ава, вкуси немного ради твоей телесной немощи. Старец отвечал, брат, истину говорю тебе, хотелось бы мне провести в этой болезни тридцать лет. Авра Исаак сказал, никогда я не вносил в келью мою помысл неприязненного на брата, оскорбившего меня. Равным образом я старался, чтобы и брат не внес в свою келью помысл неприязненного ко мне. Сказывал Авра Исаак при ситер кельи, видел я брата, которому захотелось съесть колос пшеницы в то время, как он жал на поле. Брат сказал владелесу поле, позволь мне съесть один колос. Владелес, услышав это, удивился, отвечал Авра, ты съешь свое и меня ли спрашиваешь? Так строго хранил брат свою совесть. Никто из старцев некто поведал, что один из братьев пришел в малом клобуке при Авра Исаии в церковь Келли. Старец выслал его в церкви, сказав, церковь эта принадлежит монахам, а ты мирянин и не можешь быть здесь. Авра Исаак говорил братьям, не приводите сюда детей, из-за них опустились кити три церкви. Когда братья выходили на жертву, Авра Исаак говорил им, уже не даю вам никакой заповеди, потому что вы не сохраняете заповеданного. когда настало время кончины, Авра Исаака собрались к нему старца и спросили его Авра, как проводить нам жительство по отшествию твоему? Он отвечал, вы видели, как я жил? Если хотите, то подражайте мне, храните заповеди Божии, и Бог пошлет вам благодать свою, а место это сохранит. Если же не будете соблюдать заповеди Божии, то не пребудете и на месте этом. И мы скорбели, когда умирали отцы наши, но соблюдая заповеди Божии завещания отцов наших, прожили так, как бы в сожительстве с ними, и вы поступаете так и спасетесь. Однажды Авра Исаак Фиваицкий пришел в общежитие. Увидев там брата, спавшего в грех, прогневался на него и повелел изгнать. После этого, когда Исаак возвращался в келью свою, пришел ангел Господень и, став пред дверьми келью и сказал, я не попущу тебе войти в келью твою. Исаак начал просить ангела, чтобы объявил ему вину его. Ангел отвечал, Бог послал меня, сказав, пойди и спроси у Исаака, куда повелел он поместить согрешившего брата, которого он осудил. Исаак немедленно принес покаяние, сказав, Господи, я согрешил, прости меня. Ангел сказал ему, встань, Бог простил тебя, но впредь не поступай так, не осуждай кого-либо, прежде, ежели Господь осудит его. Восхитили человеки суд, и не предоставляет его мне, говорит Господь. Поведали, что Авва Аполос имел ученика по имени Исаака, который был обучен всякому благому делу и стяжал священное сердечное безмолвие. Соблюдал он его особенно во время приношения святой жертвы. Когда он шел в церковь, то не допускал никого приближаться к себе для беседы. Он держался правило, все хорошо в свое время и время всякой вещи под небесами. Когда оканчивалось богослужение, он как бы гонимый огнем спешил в свою келью. Случалось, что после божественной службы раздавали братья по сухарю и по чаше вина. Но Исаак не брал никогда не потому, чтобы отвергал благословение братья, но удерживая в себе то безмолвие, в котором он настраивал себя во время богослужения, в которое постигла его болезнь, от которой он слег. Услышав об этом, братья пришла посетить его. Сидя у него, они спросили его, Ава Исаак, почему ты уходишь так поспешно из среды собора братья и по окончании богослужения? Он отвечал, убегая не вас, но злохитрости бесовской, если кто имеет в руке зажженную свечу и остановится с ней на открытом воздухе, то свеча угаснет. Так и ум освященного святыми тайнами омрачается, если он замедлит вне кельи. Святого Отца нашего Исаака Сирского учение о молитве. Понуть себя к непрестальному труду молитвы пред Богом, в сердце, носящем помысл чистый, исполненным умиления, и Бог сохранит твой ум от нечистых и скверных помыслов. Постарайся войти во внутреннюю клеть твою и узришь клеть небесную. И первое, и второе одно, а одним входом входишь в обе. Лестница в небесное царство находится внутри тебя, она существует таинственно в душе твоей. Погрузи сам себя в себя от греха и найдешь в себе ступени, которыми возможешь совершить восхождение. Страница 226. Начало помрачения ума, первый признак помрачения, усматриваемый в душе, состоит в лености к службе Божией и молитве. Другого пути к обощению души нет, если она прежде не оставит этого подвига своего. Когда же она лишится помощи Божией, тогда она удобно впадает в руки супостатов своих. не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневать Бога неблагоразумием твоим. Будь премудр в молитве твоей, чтобы сподобиться славных даров. И спрашивай многоценное у того, кто чушь скупости, и получишь от него многоценное соответственно разумному желанию твоему. Соломон просил премудрости, а с нею получило земное царство, потому что разумно просил у великого царя. Елисей просил сугубо благодати духа в сравнении с той, какой имел его учитель, и прошение его не осталось неисполненным. Просящий ничтожного у царя честь его уничижает. Израильтяне просили ничтожного и постиг их гнев Божий. Они не заняли с озерцанием дел Божьих и страшных чудес его, а просили удовлетворения похотениями чрева, ищебрашно сущего устах их, и гнев Божий пришел на них. Приноси Богу прошение твои сообразно величию его, чтобы возвысилось перед ним достоинство твое, и он возрадовался бы о тебе. Если кто попросит у царя небольшое количество грязи, то не только обесчестит себя ничтожностью прошения, как выказавший большое неразумие, но и царю нанесет оскорбление своим прошением. Так поступает и тот, кто в молитвах просит чего-нибудь земного. Ангелы и архангелы, эти вельможи небесного царя смотрят на тебя во время молитвы твоей, внимая тому, чего просишь ты у владыки их. Они удивляются и радуются, когда увидят, что составленные из земли, оставя плоть свою просить небесного. Напротив того, они огорчаются на того, кто, оставив небесное, просит своей грязи. Не проси того у Бога, что Он Сам дает нам беспрошение нашего по своему промышлению, что дает не только своим и возлюбленным, но и чуждым познание Его. Молящеся, говорит Он, не говорите лишних слов, как язычники, не будьте многословны. Плотсковы язычники ищут, вы же не заботитесь, что есть или что пить или во что одеться. Знает Отец ваш небесный, что все это требуется вам. Сын не просит хлеба отца своего, но желает получить все, что не есть важного и ценного в отцовском доме. По немощи человеческого разума заповедал Господь просить повседневного хлеба. Смотря же, что заповедано совершенным по разуму и здравым душою, смотри, оставление по печенью о пище, питье и одежде. Если Бог промышляет о бессловесных животных, о птицах, о самых недушевленных тварях, то несравненно более промышляет о нас. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все сие приложится вам. Если молишься Богу о чем-либо, и Он медлит услышать тебя, не скорби об этом. Ты не умнее Бога. Делается же это с тобой или потому, что ты недостоин получить просимое, или потому, что пути сердца твоего несоответственны, но противны с просимым тобою, или потому, что ты не достиг еще той меры, которая нужна для того, чтобы принять дарование, просимое тобою. Не должно нам преждевременно искать того, что свойственно при великом преуспеянии, чтобы дарование Божие по причине скорости принятия его не было пренебрежено. Все удобно достигаемое и утрачивается скоро. Все же обретенное с болезнью сердца хранится тщательно. Если дела твои неблагоугодны Богу, то не проси у Него великих дарований, чтобы не прийти в положение человека, который искушает Бога. Молитва твоя должна быть сообразной с жительством твоим. Невозможно связанному земными искать небесных. Невозможно упражняющимся мирским просить Божественного. Желание каждого человека высказывается, выказывается его деятельностью. К чему стремлено его чщание, о том он должен подвязаться и в молитве. Желающий великого не должен упражняться в маловажном. Удерживающий уста от злоречия хранит сердце от страстей. Очищающий сердце от страстей ежечасно видит Господа. Тот, у кого помышление и учение всегда в Боге, обгоняет от себя бесов и искореняет всеми злобы их. Сердце того, кто ежечасно возвышает, возделывает душу свою, увеселяется откровениями. Кто сосредотачивает зрение ума своего внутрь себя, тот видит в себе зарю духа, возгнушавшийся всяким парением, видит владыку своего внутри своего сердца. Если любишь чистоту, которую зрится владыка всех, то не позволяй себе никаких пересудов и злоречия, даже не позволяй себе слушать кого-либо судящего или осуждающего братьей. Небо находится внутри тебя, если ты чист. В самом себе ты увидишь ангеловы свет их, а с ними и в них и владыку их. Сокровище смиренно-мудро внутри его оно Господь. Страсти искореняются и отгоняются непрестанным поучением о Боге. Это тот меч, который убивает их. Желающий увидеть Господа внутри себя старается очистить сердце свое непрестанным памятованием Бога памятью Божией. Таким образом, он умом своим по причине светлости очей его будет непрестанно видеть Господа. Что приключается рыбе вынутой из воды, то приключается и уму, оставившему памятование Бога и блуждающему воспоминания мира сего. Насколько человек удаляется от сообращения с человеками, настолько сподобляется свободного доступа к Богу в уме своем. Насколько он отсекает от себя утешение мира сего, настолько сподобляется радости Божией во Святом Духе. Рыба умирает от недостатка воды, так умирает в сердце инока духовное движение, рождающееся от Бога, когда инок часто живет и обращается с мирянами. Страшен бесом, возлюблен Богу и ангелами его тот, кто с горящей ревностью днем и ночью взыскует Бога в сердце своем и искореняет из него прилоги, посеваемые врагом. Отечество, родная страна, у чистого душой внутри его солнце сияющее там свет Святой Троица, воздух, которым дышат жители, утешитель Всесвятой Дух, совозлежащие святые бесплотные существа, жизнь, радость и веселье их Христос, свет от света Отца, таковое и видением души своей увеселяется и удивляется красоте своей, которая во сто крат светлее светлости солнечной. Это Иерусалим и Царство Божие, сокровенное внутри нас по слову Господа. Это страна облак славы Божьей, в которой войдут одни чистые с сердцем, чтобы увидеть лицо своего владыки и озариться лучом света его в духе своем. Предающийся ярости и гневу словолюбивый лихоимец чревоугодник, часто бывающий в обществе мирян, желающий, чтобы во всем исполнялась его воля, вспыльчивый и исполненный страстей, все эти пребывают в смятении, как бы сражающиеся ночью в непроницаемой тьме, будучи вне страны жизни и света. Та страна предоставлена во владение милостивым, смиренно мудрым, очистившим сердца свои. Не может человек увидеть красоты сокровенной внутри его, прежде, нежели уничижить всякую красоту извне себя и возгнушается ею. Он не может искренне возреть к Богу, доколе не отречется совершенно от мира. Уничижающего и умоляющего себя упремудрит Господь. Отпадет от премудрости Божией тот, кто признает себя мудрым. Насколько ум удаляется многословие, настолько просвещается в разборе помышлений. От многословия теряет эту способность и самый сильный ум, соделывающийся нищим в мирском отношении, а богатеет в Боге, а друг богатых обнищает в отношении к Богу. «Когда встанет на молитву целомудренной, смиренно-мудрой, гнушающейся дерзости, изринувшей из сердца ярость, тогда видит он, я верую, в душе своей свет Святого Духа, ощущает в себе взыграние радости, во светлости сияния света его, увеселяется видением славы его и изменением своим по подобии ее». Так случилось со святым юношей Григорием при совершении им вечернего правила. «Сидящие во тьме, возвысти главы ваши, да просветятся лица ваши светом, и изыдите из области страстей мира сего, и изыдет вас светение ему, вам свет от Отца исходящий, и повелит служителям таинств своих разрешить узы ваши, чтобы вы могли шествовать по стопам его к Отцу. Горе нам! Чем мы связаны? От кого отделены? Отделены так, что не можем видеть славы его, о! Когда бы расторглись узы наши, о! Когда бы мы взыскали и обрели Бога нашего, преданные суесловия и развлечения душой и телом, блудник, одобряющий его поведение и принимающий в таком поведении участие прелюбодей, находящийся в общении с ним и с человекоугодия, идолослужитель. Всякая молитва, при которой не трудится тело, а сердце не придет сокрушения, признается недозревшим плодом, потому что такая молитва без души. Смотри, чтобы не оставил дело Божие ради лицеприятия человеку, сказал некоторый отец. Удивляюсь, слыша, что иные могут заниматься в кельях своих рукоделий и вместе совершать правила свои без упущения и смущения. К этому присовокупил он слова, достойные замечания. Истинно говорю, я, если схожу за водой, то уже чувствую расстройство в жительстве моем и в принятом для себя до него порядки. Уже этим наводится помрачение, препятствующее действию рассудительности моей. Всякая милостыня или любовь или милосердие, или что-либо иное, делаемое по-видимому ради Бога, но препятствующее твоему безмолвию, обращающее око твое в мир, ввергающее тебя в попечение, отторгающее от памятования Бога, пресекающее молитвы свои, вводящее в тебя возмущение и непостоянство помыслов, возбраняющее тебе заниматься назиданием себя божественным чтением, этим оружием против парений, ослабляющее хранение твое, понуждающее к выходам после затвора и к возвращению в общество человеков после уединения, возбуждающее на тебя погребенные страсти, разрешающие узы, которыми связаны чувства твои, воскрешающие твое умерщвление для мира, сводящие тебя от делания ангельского, сосредоточенного в попечении об одном, поставляющие тебя в разряд мирян, да погибнет такая правда. Исполнение долга любви телесными услугами принадлежит к деятельности мирян или иноков, но недостаточных, не пребывающих в безмолвии или и безмолвствующих, но кое безмолвие соединено с сожительством, с единомысленными братьями, а потому и с постоянными выходами из кельи и принятием братья из келью. Для таких хорошо и достохвально являть любовь к братьям телесными делами. Действительно избравшим отшельничество от мира телом и умом, чтобы сосредоточить мысли свои в выединенную молитву при посредстве умершления ко всему приходящему, к ведению предметов мира и к воспоминанию их должно служить Христу не телесными делами и не наружную правдой с целью оправдаться ею, но уморшлением по слову апостола членов своих земных, жертвоприношением чистых и непорочных помыслов этих начатков самовозделания, злостраданием телесным в терпении бед ради надежды на будущее монашеское жительство равночестно ангельскому не должно нам оставлять делание небесного и держать все делание вещественного некоторый старец сказал дивлюсь тем, которые смущают себя в деле безмолвия для того, чтобы услужить другим в телесном опять сказал не должно нам к делу безмолвия примешивать попечение о чем другом всякое дело дочествуется в своем месте чтобы жительство наше не было смешанным имеющий попечение многих делается рабом многих оставивший же все и пекущийся устроений души своей делается другом богу смотри подающих милостыни исполняющих обязанность любви к ближним в телесном многое среди мира делатели же благого безмолвия посвятившие ему себя всецело едва обретаются и редки кто же из творящих милостыни посреди мира или правду служением тела возмог достигнуть хотя одного из тех дарований каких сподобляется от бога жительствующего в безмолвии опять сказал если ты мирянин то пребывай в жительстве мирских добродетелей если же ты монах то сияй делами которыми изяществуют монахи если захочешь упражняться в добродетелях того и другого жительства то отпадешь от обоих дела монаха суть следующая свобода от телесных занятий телесный труд в молитвах и непрестанное сердечное памятование Бога то есть память Божия или поучение суди сам возможно ли тебе оставя это удовольствоваться мирскими добродетелями 28 вопрос не может ли иных злострадающих безмолвий стяжать эти два жительства то есть с попечением о Боге иметь в сердце иное попечение ответ если желающий жить в безмолвии думаю я не оставить всего и не сосредоточит всех попечений в попечении о единой своей душе то невозможно жительством своим неоскудно удовлетворить деланию свойственному безмолвникам хотя б он поставил себя вне житейских попечений тем более это случится с ним когда он допустит себе попечение о ином господь оставив в себе одних для служения ему посреди мира и для попечения его чадах других избрал для служения пред лицом его можно видеть различия чинов не только при дворах земных царей где постоянно предстоящие лицу царя и допущенные в его тайны славнее тех которые употреблены для внешнего служения это же усматривается и у небесного царя находящиеся непрестанно в таинственном общении и беседе с ним молитвы какой стяжали свободный доступ к нему каких сподобляется богат небесных и земных и какую показывает власть над всею тварью больше тех которые служат богу имением своим и житейским попечением благоугождаем утворением добрых дел хотя и это угодно и очень хорошо и потому нам должно избирать в образец подражания не последних скудных богоугождений но святых страдальцев и подвижников просеявших своим жительством оставивших житейское и на земле возделавших небесное царство тех которые однажды навсегда отринули земное и возили руки к вратам небесным чем благоугодили богу древние святые проложившие нам путь этого жительства святой Иоанн Филиянин сокровищница добродетеля источник пророчества благоугодил богу внутри затвора своего услуживая или братья телесно или молитвы и безмолвием не прикосновлю что и первым способом многие благоугодили богу но недостаточно и благоугодивших молитвы и оставления всего ясно в чем должна заключаться помощь пребывающей в безмолвии и благоискусствующих в нем братья своей во вспоможении нам душеспасительным словом во время нужды и в принесении за нас молитвы и за исключением всего если какое-либо житейское воспоминание попечения будет пребывать в сердце жительствующего в безмолвии то это чуждо духовной мудрости сказанное в писании отдавайте кесарева кесарю божию богу ближнего ближнему и каждого принадлежащего ему сказанное безмолвствующим на живущем в безмолвии проводящим жительство в сине ангельском в попечении о душе не заповедано благогождать богу попечением житейским то есть заботиться о рукоделии принимать от одних и подавать другим и потому не должно иноку иметь попечения о чем-либо колеблющем ум и изводящем его от предстояния пред лицем божиим если кто в опровержении сего укажет на божественного апостола Павла что он работал своими руками и подавал милостыню то мы скажем таковому что один только Павел мог поступать так другого же подобного которого бы доставало на все как доставало Павла мы не знаем покажи мне другого такого Павла и я покорюсь тебе того что бывает по смотрению Божию не выставляя правила для общей деятельности иное дело благовествования иное дело безмолвия ты же если хочешь держаться безмолвия будь подобен херувимам которые не заботятся ни о чем житейском и не думай чтобы кто иной существовал на земле кроме тебя и Бога которому устремлено все внимание твое как ты научен отцами прежде тебя бывшими если кто не ожесточит своего сердца и ствердости не удержит себя от милости чтобы стать вдалеке от попечения во всем дольнем и от того попечения которое представляется принимаемым ради Бога и от всякого житейского и не пребудет в молитве в одной молитве в определенные на то времена то невозможно освободиться от смущения и попечения и пребывать в безмолвии когда придет тебе помышление вдасться в попечение о чем-либо по поводу добродетеля от чего может расточиться тишина находящаяся в своем сердце тогда скажи этому помышлению хорош путь любви и милости ради Бога но и я ради Бога не желаю его остановись отец сказал некоторый инок я ради Бога хочу последовать тебе и я ради Бога отвечал тот убегаю от тебя Ава Арсений ни с кем не беседовал ни для душевного назидания ни для чего иного Другой старец ради Бога беседовал в течение всего дня и принимал приходивших к нему всех странных Арсений же вместо этого избрал молчание и безмолвие и по этой причине он пребывал в беседе с Божественным Духом посреди моря настоящей жизни который приплывал в величайшей тишине на корабле безмолвия как бы показан был в видении подвижником вопросившим об этом Бога как был показан крайний закон безмолвия молчание о всем если живя в безмолвии окажешься исполненным смущением возмутишь тело делами рук твоих а душу попечениями какое тогда безмолвие при попечении о многом возможно ли тогда угодить Богу суди сам нам противосовестно утверждать чтобы можно было жительствовать в безмолвии должным образом не оставив всего и не удалившись от всякого попечения иное сладость молитвы и иное ведение молитвы второе ценнее первого настолько насколько совершенного возраста человек ценнее несовершеннолетнего детяти иногда услаждаются стихи в устах и слова какого-либо стиха молитвы повторяются многократно бесчисленно не попуская молящегося насытиться и перейти к другому стиху иногда же от молитвы рождается некое видение притекает молитву уст и соделывается молящийся в том видении иступленным от ужаса как бы несуществующим такое состояние называем видением молитвы в котором не является никакого вида израка или образа представленных мечтанием как то утверждает незнающие дело и опять в этом молитвенном видении имеются различные меры и разделения дарований до пришествия в это состояние действует молитва потому что еще не прекратились мысли без прекращения которых не может прекратиться молитва и наступить состояние превыше молитвы ибо движение языка и сердца в молитве суть ключи ее а совершающийся после сего есть вход в клеть здесь да пристанут действовать всякие уста и всякий язык и сердце этот хранитель помыслов и ум этот кормщий чувств и мысль это скоро и повсюду летающая птица всякое искусство и знание ей да прекратятся здесь да остановится ищущий пришел дома владыка как вся сила законов и заповедей данных богом человечеству имеет пределом чистоту сердца так все образы формы и правила в которых человеки приносят свои молитвы богу имеет поучение отцов пределом своим чистую молитву и воздыхание и коленопреклонение и моление из глубины сердечной и сладчайшее плачьи словом все образы молитвы как я сказал имеет своим пределом чистую молитву до ощущения ее ум имеет власть действовать когда же ум приступит через сей предел и чистую молитву войдет во внутреннюю клеть тогда он не будет уже иметь ни молитвы ни движения ни плача ни власть ни самовласти ни моления ни желания ни сочувствия к чему-либо уповаемому в этой жизни или принадлежащему к будущей по этой причине после чистой молитвы нет иной молитвы даже до сего предела во всех ее движениях и образах ум вводится свободой самовластия почему и ощущается в молитве подвиг совершающиеся же по пришествии сего предела есть состояние иступленного удивления а не молитва потому что прекратились образы действия молитвы наступило видение и ум не молится молитвою всякий образ молитвы совершается действием ума когда же ум вступит в состояние духовное тогда в этом состоянии не имеет молитвы иное молитва и иное видение в ней хотя молитва есть начальная причина видения она есть сеяние а видение жатва при которой жнец соделавший зрителем неизреченного видения удивляется как от малейших и ногих зерен им посеянных внезапно произросли такие прекрасные колоссия таковой пребывает в своем видении вне всякого движения действия божественной григорий синаид сказал божественному максиму капсоколине умоляя тебя скажи мне ясно во время молитвы когда он восхитится к богу что видит он духовными очами может ли он и сердцем возносить молитву святой максим отвечал никак не может когда во время молитвы придет благодать святого духа и обымет ум тогда прекращается молитва потому что ум бывает обладаем пришествием святого духа и не может приводить в движение сил своих но бывает празден и покоряется только святому духу куда изведет его святый дух или в невещественный воздух божественного неизреченного света или в другое видение иступительное необъяснимое словом или в божественное собеседование то есть утешитель святой дух по своему хотению подает каждому утешение самовластно по его достоинству то что я говорю ясно усматривается на пророках и апостолах сподобившихся видеть талитие видения хотя человеки насмехались вменяя их прельстившимися и упившимися святой святой истинами святой святой истинами 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 первомученик Стефан увидел небеса отверстиями сына человеческого стоящим одесную Бога таким же образом и ныне рабы Христов восподобляются видеть различные духовные видения которым некоторые не верят никак не хотят признать их истинами но признают прелести и видящих считают прельстившимися очень удивляюсь как эти слепотствующие душой не веруют в благодать и духа издревле предобетованной через Иоиля который от лица Божия сказал излию от духа моего на всякую плоть и прорекут эту благодать и ныне подает Христос и будет подавать даже до кончины мира по обетованию своему верным рабам своим эта благодать когда будет в ком не показывает ему что-либо обычное или чувственное принадлежащее миру сему но тайно научает тому чего прежде он никогда не видел и не воображал тогда тайна научается ум высоким и сокровенным таинством которых по божественному Павлу не может ни око человеческое видеть ни ум постигнуть сам собою что что упознать как видит их ум внимай тому что скажу воск вдали от огня жесток и может быть взят руками но будучи положен в огонь растопляется зажигается горит соделывается весь светом изменяется в пламени семь и невозможно ему не растопиться в пламени и не соделаться подобном воде так и человеческий ум сам по себе прежде соединения с господом рассуждается образно своей силе когда же соединится с огнем божества и святым духом тогда бывает весь обладаем этим божественным светом соделывается весь светом воспламеняется во пламени святого духа исполняется божественного разума и невозможно ему во пламени божества иметь своих собственных помышлений и размышлять о чем-либо по произволу едва из тьмы человек найдется один который бы исполнил хотя и недостаточно заповеди и постановления закона и достиг в чистоту души так разве один из тысяч найдется такой который бы при великом наблюдении над собою достиг чистую молитву и расторгнув этот предел получил таинство духовного видения и чистой молитвы сподобились весьма немногие но редкие таинство которая совершается после стяжания ее и находится на другом берегу Иордана встречается достигнувший Божьей благодати едва из рода в род второзакония 31 3 Иисус новин 1 2 нечистота молитвы заключается в следующем если в то время когда ум приготовился принести Богу одно из вышеупомянутых движений своих при месяцах молитвы какая-либо посторонняя мысль или мечта ни о чем либо тогда такая молитва не называется чистую потому что ум вознес ее на жертвенник Господень не от чистых животных сердце есть духовный жертвенник Божий когда ум сподобится ощутить будущее блаженство тогда забывает и самого себя и все здешнее он уже не движется в чем-либо посему с уверенностью может сказать что всякую добродетель и всякую деятельную молитву совершаемую или телом или мыслью уставляет и движет свободная воля чувствами она движет и самый ум этого царя страстей когда же возгосподствует управление и смотрение духа над умом правителем помыслов и чувств тогда отъемлется свободная воля у естества тогда ум не руководит а руководится где же тогда будет молитва когда естество не может иметь власти над собой но иной силой руководится в область неизвестного ему и не может дать движение мыслям по желанию своему но обладается в то время пленившей его силой и бывает ею водима вне своего ощущения не нижеволи причиной потому потому что она благодать подается достойным во время молитвы молитва имеет своей начальной причиной и только во время молитвы по свидетельству отцов бывает посещение ее блаженное состояние носит имя молитвы потому что ум вводится в это состояние молитвою и молитва служит причиной его в другие же времена оно не имеет места как это явствует из отеческих писаний ибо знаем из жизни описаний святых что многие из них стоя на молитве были восхищены умом если кто спросит почему только в это время не посылаются все великие неизреченные дарования мы отвечаем потому что в это время более всякого другого времени человек бывает сосредоточенным самого себя и приуготовленным внимать Богу желать и ожидать от него милости какое другое имеется время в которое бы человек находился столько уготованным и трезвящимся как то время в которое он намерен молиться неужели получение духовных дарований удобно то время когда он спит или занят каким поделием или возмущен умом святые хотя и не имели праздного времени будучи постоянно заняты духовным деланием однако иногда они находятся и вне молитвенного настроения часто они размышляют о чем либо относящемся к всей жизни или занимаются созерцанием тварей и другим чем либо полезным но во время молитвы все внимание и все силы ума направлены к единому Богу и приносится ему моление от сердца с отчанием и постоянной теплотою и потому в это время в которое душа сосредоточена в единственном попечении подобает изливаться на нее божественной милости употребленное всех главах святым Исааком слово видение невозможно заменять словом созерцание созерцание зависит от произвола и свойственно всем человекам оно может быть благодатным когда действует в человеках благодатных благодатное видение святых чистотой ума при действии самовласти можно еще назвать созерцанием но когда Дух Святой отверзает очи души для духовного видения тогда нет вместо созерцания тогда ум видит подобно тому как чувственный глаз видит чувственные предметы например можно созерцать могущество и премудрость Божию в видимой природе но небеса отверсты Иисуса стоящего Одесную Отца Стефан первомученик видел апостол Павел видел рай и слышал неизреченные глаголы вифлеемские пастыри видели ангелов и слышали их пение это уже не было созерцанием Господь сказал Адаму страница 240 в поте лица твоего будешь есть хлеб твой доколе доколе возвратишься в землю из которой взят которая возрастит тебе тернии и волшцы это тайны деятельности принадлежащей житию на земле доколе человек живет на ней но с той ночи в которую Господь пролил пот свой он применил пот изведший тернии волшцы на пот изливаемый в молитве и возделывании правды 5500 слишком лет Бог попустил Адаму потрудиться на земле потому что до то ли не явился путь святых но в последние дни он пришел и заповедовал человеческому самовластию заменить пот потом повелев не прекращение пота но изменение его ибо он умилосердился над нами над продолжительностью нашего злострадания на земле если пристанем проливать пот на земле то по необходимости будем жать терния самое оставление молитвы соделывает землю сердца вещественную грубую и она производит терния по естеству своему точно страсти суть терния прозябающая от семени в нас находящегося доколе мы находимся в образе Адама да то ли по необходимости имеем и страсти его невозможно в земле пребывать в бездействии и не прозябать прозябений свойственных естеству ее земля тела нашего есть порождение той земли по свидетельству Бога сказавшего земля из которой ты взят та произведения терния а словесная земля произведения страсти если Господь бывший во всех различных действиях домостроительства своего таинственным для нас образом не пристало делание и труда до девятого часа в пятницу чем таинственно изображается деятельность всей жизни нашей а в субботу почил во гробе то на чем основывается утверждающее что в жизни сей есть суббота то есть успокоение от страстей а одни же воскресном высоко для нас и говорить наша суббота есть день нашего погребения там действительно субботствует естество наше но доколе эта земля существует да то ли ежедневно надлежит нужда исторгать из нее терния при постоянстве этого труда сходевает эта терния вполне и совершенно не ощущается от него земля если это так если от попущения себе на краткое время лености или малого нерадения эта терния умножается покрывает лицо земли подавляет твое семя и соделывает труд твой как бы не бывшим то следует из всего что должно очищать эту землю ежедневно оставление этого труда производит множество тернии пояснение при весьма внимательной молитве бывает у подвижников и пот не только когда не утруждает тело поклонами но и когда совершает молитву стоя или сидя пот является при особенном внимании при особенном сокрушении духа так преподобный пахомий великий при келейных молитвах своих обливался слезами и потом пятнадцатый день мая так святейший патриарх константинопольский говорит иногда бывает пришедших в такое состояние стяжавших сердечную молитву и пот от великой теплоты появляющиеся в теле добротолюбие часть четвертая желающий очистить свое сердце да разжигает его постоянно памятью Господа Иисуса имея только это непрестанным поучением и занятием тем которые хотят очиститься от своей гнилости не должно иногда упражняться в молитве а иногда оставлять это упражнение напротив того должно постоянно пребывать в бдении ума и молитве если б случилось быть когда и вне молитвенных храмов как хотящий очистить золото если попустит и на короткое время угаснуть огню в горниле то производит в чистящемся веществе остужение из отвердения подобным образом и тот кто иногда занимается памятованием Бога иногда оставляет это занятие праздностью погубляет то что мнит стяжать молитвою любо добродетельному мужу свойственно истреблять земляна сердце непрестанной памятью Божией чтобы злое мало-помало уничтожалось огнем памятования о благе и душа возвратилась совершенно в естественную свою светлость с умноженную славою 39-й вопрос какое общее делание объемлющее все частные делания жительства безмолвия чтобы тот кто достойно этого дела не уразумел что он достиг совершенства всем жительстве ответ когда кто сподобится непрестанного пребывания в молитве достигший этого достиг высшего предела всех добродетелей и осили делается жилищем святого духа если кто не приял действительно благодать и утешителя тот не может со свободой и радостью совершать этого пребывания в молитве дух как сказано когда вселится в какого человека то не пристает от молитвы ибо сам дух непрестанно молится тогда и в сонном и в бодрственном состоянии молитва не прекращается в душе его но употребляет ли он пищу и питье спит ли или иное делает даже при глубоком сне благоухание и испарение молитвы беструдно источается из его сердца тогда эта молитва не разлучается с ним но ежечасно она в нем и с ним таковая молитва если умолкает извне человека но опять она же совершает в нем служение свое тайно молчание чистых называют молитвой не потому что помыслы их суть божественное движение движение же чистого сердца и ума суть кроткие глазы которыми сокровенно воспевается сокровенный вопрос что такое духовная молитва и каким средством сподобляется ее подвижник ответ духовная молитва является в подвижнике тогда когда к душевным движениям застрой целомудрие и чистоту присоединится действие святого духа сподобляется ее один из бесчисленного множества человеков она таинство будущего жительства и устроения причем естество возвышается из своего естественного состояния в выше естественное и пребывает чуждым всякого движения и памятования здешним тогда душа не молитвой молится она ощущением ощущает духовные предметы будущего века превысшие человеческого разума понимаемые только силой святого духа такое состояние есть введение ума а не движение и искание молитвы но оно имеет молитву своей начальной причиной некоторые посредством всего достигли совершенства чистоты и нет часто в которые бы внутренние движения не было в молитве когда не приникнет святой дух всегда обретает их в молитве и от самой той молитвы изводит введение которое называется духовным видением потому что они не нуждаются в продолжительной молитве ниже в продолжительных состояниях и чине молитвословия им достаточно памяти божьей и они тотчас бывают пленяемы любовью к богу однако таковые не не родят вовсе предстояние молитвы и кроме непрестанной молитвы предстоят и на той которая совершается в определенные часы святой Антоний великий как видим из жизни описание его стоял на молитвословии девятого часа и был восхищен умом другой отец простер руки стоя на молитве своей и пришел выступление четыре дня и иные многие во время молитвы своей от усиленной памяти божьей и от обильной любви к богу пленялись и приходили выступления сподобляется человек такой любви к богу когда совлечется греха внутри и извне хранением заповедей господних противных греху если кто возлюбит эти заповеди и будет исполнять их должным образом тому сделается необходимым освободиться от многих человеческих дел то есть совлечься тело и быть вне его то есть вне зависимости от него а не вне вещественной его сущности в том кто жительствует по образу законодателя и исполняет на самом деле его заповеди грех не пребывает посему и господь обетовал в евангелии устроять обительство и в том кто сохранит заповеди тело боящееся искушений чтобы ему не подвергнуться утеснений не лишиться своей жизни делается другом греха посему дух святой повелевает ему умереть ведая что оно если не умрет то не победит греха кто хочет чтобы вселился в него господь тот понуждает тело свое служить господу трудиться в заповедях духа написанных у апостола и хранит душу свое отдел плотских описанных апостолом тело растворенное смешанное со грехом упокрывается в плотских делах и дух божий не почивает в плодах его когда же тело не маществует изнемогая от поста и смирения тогда душа укрепляется духовной молитвой в том что при молительном прошении своем утверждаться надеждой на бога заключается превосходная часть действия благодатной веры твердость этой веры в бога не состоит в правом исповедании веры но есть зрение душой истины божией от силы жительства хотя и рождается от первого второе когда в святых писаниях найдешь веру соединенную с жительством то разумей что говорится о втором а не о правом исповедании вера подающая твердость надежды никогда не бывает постижимой для некрещенных или растленных умом в отношении к истине извещение веры бывает открываемо высоким душой по мере устроения нравов по завещанию господних заповедей в молитвенном делании рабов нет мира мысли нет в свободе чад мятежного смущения обычно смущение отыскать вкус разума и уразумения у молитвы и принять мысль в иное подобно пиявице выпивающей жизнь из тела вместе с кровью которую она пьет из членов его смущение должно быть именуемое святого возможно колесницей дьявола потому что сатана подобно правящему колеснице имеет обыкновение восседать на ум и взяв с собой собрание страстей входит в окаянную душу потопляет ее в смущение произноси стихи псалмопения твоего никак бы заимствуя слова из иного и не прими намерение непрестанно умножать дело моления твоего чтобы не лишиться совершенно умиления и радости в молитве но говори эти слова в умилении твоем как бы сам из себя в молении с умилением с уразумеванием разума их как истинно понимающий свое дело если кто не прикословит помыслам тайно всеваемым в нас врагом но отсекает беседу с ними молением к Богу это служит признаком что ум того человека приял от благодати премудрость и его истинный разум освободил его от многих дел обретением краткой стези которую он достиг он отклонил от себя продолжительное парение по долгому пути не во всякое время мы имеем силу воспрекословить всем помыслам наветующим нас и обуздывать их напротив того часто приемлемы от них язвы неисцеляющиеся в течение продолжительного времени знай что желая припираться с помыслами ты вступаешь в борьбу с теми которых опытность исчисляется шестью тысячами лет а это то есть с одной стороны твое покушение припираться с помыслами а с другой их опытность доставляет им возможность уготовиться и нанести тебе язву образом превышшим твоим премудрости и разума если же ты и победишь их то скверно помыслов оскверняет мысль твою и воня на смраде долгое время пребывает в обонянии твоем употребив же первый способ ты будешь свободен от всего этого и от страха нет иной помощи кроме Бога слезы в молитве суть знамения милости Божией которая сподобилась душа покаянием своим знамение того что она принята и начала входить в поле чистоты слезами если человек не пристанет помышлять о приходящем и не отвергнет от себя надежду мира сего если не зародится в мысли презрения к миру не начнут в душе приготовляться благие напутствия к исходу ее и воздвигаться в ней помышления о том что она должна встретить там то очень не могут произвести слез слезы суть последствия непрестанного получения чистого и свободного от развлечения суть следствия помыслов многих и частых пребывающих неуклонно воспоминаний тонких духовных о чем-либо пребывающих в мысли и приводящих сердце к печали от этого слезы умножаются и усиливаются когда пребывая в безмолвии ты обратишься к рукоделию то не возомни что заповедь отцов могла служить покрывалом твоего сребролюбия рукоделие твое да будет малое ради уныния твоего не смущающего ума если же ты желаешь заняться рукоделием в большем размере для милостыни то знай что молитва в порядке добродетелей выше милостыни если же для потребности тела твоего то если ты не насытен достаточно тебе к удовлетворению потребности твоей того что Бог посылает тебе промыслом своим ибо Бог никогда не оставлял делателей своих чтобы они имели недостаток в приходящем ищите сказал Господь прежде царствия божьей правды его и сие все приложатся вам прежде прошения вашего некто из святых сказал что правило жительства твоего не состоит в том чтобы ты насыщал алчущих и чтобы келья твоя была странно примется странников потому что это жительство мирских они то должны делать эти добрые дела они отшельники свободны от видимых попечений и хранящий ум свой в молитве душа шествующая стезями жительства и путем веры часто исполнявшая дело веры если обратиться к средствам разума то немедленно начинает хромать в вере в ней оскудевает духовная сила ее являющаяся в чистой душе от различных заступлений которыми Бог помогал этой душе и пребывающая в ней прямотой и простотой ее во всех ее действиях душа однажды навсегда предавшая себя Богу верой и стяжавшая многими опытами деятельное познание содействия Божия уже не заботится о себе но связуется удивлением и молчанием не может возвратиться к средствам которые представляет разум и действовать ими чтоб по причине их противного направления вере не лишиться промышления Божия непрестанно втайне бдящего над ней и следящего за ней во всем касающемся ее но та душа которая возомнила о себе что она силой разума своего достаточно промышлять о себе обезумела те в которых воссиял свет веры уже не позволяют себе помолиться и не попросить у Бога даруй нам сие или прими от нас это и нисколько не пекутся о себе потому что мысленными очами веры ежечасно видят отеческий Божий промысл осеняющий их от того истинного Отца которого безмерно великая любовь превосходит всякое отеческое возлюбление сильного и могущего воли всех при изобильности поспешить нам воли нежели сколько мы просим помышляем разумеем избрать благое хотение предпочтительно другим хотением желанием принадлежит человеку а совершить избранное благое хотение принадлежит Богу посему человек нуждается заступление от Бога по этой причине пока когда появится в нас благое желание тогда вслед за ним участием молитвы молясь не только заступлений но и о том чтобы дорогоно было различить служит ли это благое желание наше к угождению Богу или нет не всякое благое желание входит в сердце от Бога от Бога входит желание приносящее пользу иногда человек желает доброго но Бог не помогает ему ибо приходят и от дьявола некоторые желания имеющие подобие добрых и считаются полезными но не соответствуют мере человека дьявол умышляет сделать человеку зло приносит желание и понуждает усиленно стремиться к исполнению его между тем как человек не достиг еще соответствующего жительства или то желание чуждо принятому человеком образу или опять не наступило время в котором можно было исполнить или начать исполнение его или для исполнения его человек недостаточен по разуму или по телу или не способствует к тому обстоятельству времени дьявол всеми способами под личиной добра старается или смутить человека или нанести вред его телу или устроить тайную сеть в уме но мы как я сказал принесем учащенные теплые молитвы о благом желании явившегося в нас и каждый из нас доскажет господи буди воля твоя в совершении этого благого дела которое я вас желал исполнить если то угодно твоей воле восхотеть добра мне удобно а исполнить доброе желание без дарования неспосылаемого тобой невозможно хотя и то и другое и хотеть и исполнить от тебя чтобы не без содействия твоей благости благодати решиться мне на принятие этого подвигшегося во мне желания или убояться его таков должен быть обычай желающему истинного добра содействовать молитвы и рассуждения ума с помощью этим рассуждения и мудрости разделяющим истину от лжи благое рассуждается молитвами многими деланием и хранением непрестанным вожделением частыми слезами и смирением небесным заступлением особливо когда этому благому противодействуют помыслы гордыни ибо они препятствуют приблизиться к нам Божией помощи упраздняем мы их молитвою благословенно чести Господа отверзающего перед нами дверь чтобы не было у нас прошений кроме исходящих из стремления к нему пункт пятидесятый мы оставляем все и душа исходит во искании единственной его так что нет у нее никакого попечения которое бы ей возбраняло видение Господа в какой мере возлюбленный ум оставляет попечение о всем видимом печется и помышляет о уповаемых будущих соответственно возвышении своему над попечением о теле в такой мере он утончивается и бывает прозрачен в молитве в какой мере тело освобождается от уз вещества в такой мере освобождается от них и ум в какой мере ум освобождается от уз попечения о вещественном в такой мере он стяживает светлость в какой мере он стяживает светлость в такой утончивается и возвышается превыше помышлений века сего запечатленного дебилостью Тогда ум достигает видения о Боге, достойного Бога, а не подобного нашему видению. Святой смиренно-мудрый Исаак говорит, что видение о Боге, то есть доставляемое уму божественной благодатью, не подобно тому видению, которое могут иметь все вообще человеки, естественно. Последнего рода видение может со справедливостью быть названной созерцанием и размышлением, и мечтанием, или фантазией. Оно вполне зависит от произвола человеческого. Его часто называют вдохновением, но оно в таких случаях есть не что иное, как разгорячение. Из него написаны ода, Бог, гимн Богу, различные предложения псалмов и другие такого рода сочинения стихами и прозою. В видении, доставляемое благодатью, отнюдь не есть произвольное созерцание. Отнюдь не есть созерцание, это в точном смысле видение, подобно видению чувственных очей, которые видят не вследствие произвола человеческого, но вследствие своего естественного устройства, независимо от воли человеческой. Так и ум, прозрев от осенения его божественной благодатью, начинает внезапно смотреть духовно на предметы отвлеченные и чувственные, соответственно произведенному в нем изменении, даровавшейся неожиданно, доселе неизвестной ему способности, независимо от своего произволения. Молитва требует обучения, чтобы долговременным пребыванием в ней ум упремудрился, молиться как должно, по нестяжании, избавляющим наше помышление от уз, молитва нуждается в долговременном пребывании в ней, ибо от продолжительного пребывания в ней ум приемлет обучение, познает способы отгонять от себя помыслы, научается многим опытом своим тому, чего не может принять от иного. Каждое жительство заимствует преуспеяние свое от жительства, предшествовавшего ему, и предшествовавшее жительство совершается для приобретения того, что принадлежит жительству последующему. Молитву предваряет отшельничество. И самое то отшельничество нужно для стяжания молитвы. А молитва нужна для стяжания любви Божией, потому что молитвой обретаются причины любить Бога. И то должно знать нам, возлюбленные, что всякая таинственная беседа, всякое благое попечение мысли о Боге, всякое духовное поучение размышления, принадлежит к молитве и называется общим именем молитвы. Упомянешь ли различные чтения или гласные и устные словословия Бога, или печальное попечение о Господе, или поклонение тела, или стихослое псалмопения и все прочее подобное, доставляющее от обучения в нем чистую молитву, от которой рождается любовь к Богу. Любовь от молитвы, а молитва от пребывания в отшельничестве. В отшельничестве мы нуждаемся для того, чтобы иметь место для непрестанного поучения, наедине о Боге. А отшельничество предваряется отречением от мира. Ибо если человек сперва не отречется от мира и не освободится от всего, принадлежащего миру, то уединиться не может. Опять. А отречение от мира предваряется терпением. Терпение предваряется ненавистью к миру. Ненависть к миру – страхом Божиим и вожделением Бога. Ибо если сердце не устрашится и гиены, то желание блаженства не приведет его к вожделению Бога, и не возбудится в нем ненависть к миру. Если не возненавидит мира, то не потерпит быть вне покоя его. Если не предварит терпение во уме, то человек невозможет избрать в жительство себе место, исполненного лишения и не имеющего жителей. Если не изберет себе жизни отшельнической, то не может прибыть в молитве. Если же не прибудет в непрестанном поучении о Боге, в разнообразных помышлениях, составляющих молитву, и в разных видах обучения ей, выше нами упомянутых, то не ощутит любви. Страница 250. Любовь к Богу рождается от беседы с Ним. Беседа с Ним, богомыслия и молитвенные поучения, от безмолвия. Безмолвие от нестяжания, нестяжание от терпения. Терпение от ненавидения и похотей. Ненавидение и похоти от страха, гиены и чаяния блаженств. Ненавидит же похоти тот, кто знает, какой плод бывает от них и что уготавляют они ему, какого блаженства он лишается из-за них. Таким образом, каждое жительство соединено с предшествовавшим ему, и от этого предшествовавшего заимствует свое преуспеяние и возводит к иному жительству высшему. Если одно из таковых жительств будет недостаточно само по себе, то не может состояться и узреться и то, которое ему последует. 55 Исака Сирина Не признай праздности умножения занятия молитвой непарительную, чуждое развлечение, сосредоточенную, внимательную и продолжительную по той причине, что ты при этом уменьшил твое псалмопение. Возлюби более поклоны в молитве, нежели псалмопение. Если благо поспешится тебе молитва, то она заменяет с собой правила, состоящие из молитвословий. Если во время совершения твоего молитвенного правила тебе будет дано дарование слез, то не признай наслаждения ими праздностью в отношении к твоему правилу, ибо благодать слез есть последствия полноты молитвенной. Всякая молитва, приносимая тобой ночью, да будет перед очами твоими важнее всех дневных деяний. Не обременяй чрево твоего, чтобы не смутилась мысль твоя, чтобы ты, когда встанешь ночью, не был возмущен парением, развлечением мыслей и не оказался исполненным женоподобного расслабления. Не только это приключается по обременению чрева пищей, но и душа твоя соделывается помраченными, помышления твои возмущенными, и ты никак не можешь по причине омрачения сосредоточить их в псалмопение твое. Теряется в тебе вкус ко всему, и не чувствуешь услаждения от стихов псалмопения твоего, тогда как ум обыкновенно при легкости и светлости мыслей со сладостью вкушает разнообразие псалмопения. Субтитры сделал DimaTorzok